Взросление Взросление чертовски трудная штука. Гораздо легче перейти из одного детства в другое. Фрэнсис Фиджеральд. Меня зовут Екатерина Землянова. Это проект «Живые души», где мы ищем гармонию с собой, другими и миром в целом. А тема сегодняшней встречи – личностная зрелость женщины. Какие этапы проходит психика женщины в течение всей жизни, что их инициирует, и почему так важно достичь личностной зрелости? А поговорить об этом с нами пришла Дарья Черепанова, практикующий психолог в гештальт-подходе. Мама двоих дочек и жена. Здравствуй, Даша. Привет. И вот прежде чем начать говорить о взрослости в контексте женской взрослости, я поделюсь своим впечатлением, что когда я в каких-то компаниях разговариваю об этой теме, чаще всего мне дают две метафоры. Первое, что вот мужчины, они мальчишки, вот сколько бы им ни было, они мальчишки, а вот девочки, вот даже с 10 лет она уже такая, как мудрая баба, что вот у нее взрослость уже такая, даже там с 7 лет уже откуда что берется, и что девочку не надо воспитывать, ей надо не мешать. Она там все есть, в общем, вот в таком духе, это первая картина, а вторая, что женщины не взрослеют никогда, ну то есть они всегда девочки, к ним нужно обращаться малышка и брать за них ответственность. Вот как тебе, с какими ты мнениями встречаешься о том, что такое взрослая женщина, взросление, и вот какие чаще мнения встречаешь ты, и какой точке зрения придерживаешься, то есть взросление женщины еще возможно, и что это? Ну, точно такие мнения бытуют, такие мнения есть, но я как психолог все же за то, что и мальчик, и девочка, они взрослеют, и мальчика, и девочку как-то мы воспитываем. Даже есть такое интересное понятие, что ребенок воспитывает себя сам, когда он смотрит на нас, взрослых, и когда он понимает, мальчик, каким нужно быть, там потом юношей, потом мужчиной, а девочка какой, нужно быть девушкой, а потом женщиной. И девочка, она, конечно, может взрослеть, и она точно хочет этого, но вопрос, хочет ли это, этого общества, хочет ли это ее семья, готова ли семья к тому, чтобы девочка когда-то стала девушкой, а потом стала женщиной. А почему социум, общество или семья могут сопротивляться этому? Почему? Потому что в тот момент, когда девочка становится девушкой, родители, и мама, и папа, они встречаются со своей старостью, и они не готовы встречаться с этой старостью. То есть им это страшно, хочется быть всегда молодым, хочется быть всегда таким классным, заряженным, тем более, когда мы видим стариков, в основном нас это пугает. То есть мы не видим таких в большей степени заряженных стариков, которые заботятся о своем здоровье, которые думают про свои цели, про свои планы, которые считают, что их жизнь не закончена. И исходя из этого, конечно, когда родитель понимает, что ребенок растет, он понимает, что с ним тоже что-то происходит, наша среда, она не приспособлена для того, чтобы родитель был готов к этому, к этому переходу. И, соответственно, он не помогает в переходе девочки в девушку, и то же самое из девушки в женщину. А может ли женщина сознательно и бессознательно выбрать не взрослеть? Есть ли у нее какие-то в этом выгоды? Насколько это неизбежный процесс вообще взрослеть? Нет, конечно, может. Потому что классно быть девочкой. Потому что за тебя принимают решения. Потому что классно быть девочкой, потому что тебе все покупают, дают деньги. Тебе не нужно ничего решать. А когда девочка переходит в девушку, в женщину, там появляется больше кругов ответственности за себя, за свой выбор. То есть, и там много происходит открытий про себя. И порой это все так страшно, а это естественно, что страшно. Что, конечно, не хочется. И также общество или, к примеру, в отношениях мужчина, он может говорить о том, что зачем тебе взрослеть. И всем классно, когда ты ничего не хочешь, и все за тебя делают. Я уже слышу, что ты упоминаешь какие-то этапы вот этого взросления, да, девочка, девушка, женщина. Расскажи поподробнее про этот путь взросления женщины. Как ты его видишь? Из каких он этапов состоит? Есть четыре этапа. Первый этап – это девочка. Второй этап – девушка. Третий этап – женщина. И четвертый этап – старуха. Именно таким словом? Да, именно вот таким страшным, таким стигматизированным, вот именно старуха. Но об этом пишет много психоаналитиков, психотерапевтов. Есть много книжек про это на самом деле. То есть это не я сама выдумала, не я сама придумала. И да, мы когда-то станемся из женщин, превратимся в старух. Но в каждом из этих этапов есть свои ресурсы, есть свои ограничения, есть что-то классное, есть что-то страшное. И каждый вот этот переход, он связан с внутренним состоянием и внешними какими-то событиями, которые обозначают этот переход. Давай мы подробнее. Вот девочка. Что это за состояние? Оно имеет какие-то возрастные ограничения? Или это все-таки какой-то процесс? Мне 40 лет, я девочка. Такое тоже бывает. Это женщина в теле женщины, но в голове девочка. Такое вот может быть, можно назвать это женщина-девочка, а не женщина-девочка. Девочка, есть условные возрастные границы, потому что еще раз, есть вот такой психологический аспект, а есть какой-то социальный. То есть условно-социально мы все девочки до подросткового возраста, до 14-13 лет. И время девочки, это время детства, это когда есть сказки, это когда есть взрослый, который берет за девочку ответственность, который ведет, который направляет, который советует что-то, рекомендует, который приглашает в этот мир. Вот это про этап девочки. Там есть в этом этапе важное влияние мамы, важное влияние папы. Мама для девочки, это тот человек, на которого она очень хочет быть похожа. Она очень хочет быть как она. Она, ну, вспомнил свой этап девочки. Вот, может быть, тоже вспоминаешь. Ну, ты даже все время залезть в мамины каблуки и мамину косметичку, святое дело. Да, 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 да. То есть это вот краситься как мама, быть как мама, наряжаться в платье мамы. И здесь очень здорово, когда мама так поддерживает, когда мама приглашает в женский мир, потому что мама – это, да, первая женщина. И очень важен папа, потому что папа – это проекция будущего партнера. Вот. И в один момент девочка, она очень хочет быть как мама, и она хочет выйти замуж за папу. Девочка может подходить к папе и говорить, я хочу быть твоей женой. Вот. Но очень здорово, что папа здесь опустится на уровень девочки, скажет, ах, так это здорово, но вот видишь, у меня есть мама, я ее люблю, она моя жена, и у тебя будет очень классный, другой в будущем муж. Возможно, даже лучше, чем я. Да, то есть вот так поддерживать. То есть и в этапе девочки, мы знакомимся с темой границ, с темой, как общаться с другими людьми. Мы смотрим на родителей, мы в слиянии с ними, они для нас боги. Вот это все-все-все в нас закладывается. Вот, это про этап девочки. Так, дальше какой этап? Дальше этап идет девушки, и если, можно сказать, социально, мы здесь переходит девочка в девушку, когда у нее появляются первые менструации. Вот у нее появились первые менструации, и она становится девушкой. И здесь сложный момент, потому что как раз вот здесь девочка превращается в девушку. И очень важно, как, опять же, родители на это реагируют. Потому что здесь происходит половое такое взросление, и у девочки появляется грудь, появляется телесность другая. На нее начинают обращать больше внимания, она становится привлекательна, она становится сексуальна. И здесь вопрос, как реагируют и мама, и папа. Потому что здорово, когда мама поддерживает, когда мама, как раз, можно сказать, инициирует ее. К примеру, она говорит, я тебя поздравляю, ты стала девушкой, ты приглашена в этот женский мир. Пойдем отпразднуем мы это. Мало кто может похвастаться, мне кажется. Да, да, да. Ну как на самом деле это происходит? То есть девушка в этот момент, юная, может сталкиваться с чувством одиночества, с ощущением, что мама оставляет ее одну, молча дает какие-то гигиенические принадлежности, оставляет ее одну. И все это немножко со стыдом. Со стыдом. Разные чувства. Ну и здесь вот формируется уже какое-то к себе отношение девушки, что я какая-то, может быть, грязная, я какая-то... Как-то мне стыдно быть в моем женском теле, вот в этом юном, которое обретает что-то интересное и привлекательное, но при этом мне стыдно, непонятно, неуютно. И мне нужна на самом деле очень поддержка. Маме тоже трудно принять ее на этом женском берегу, потому что она не инициирована. И в этот момент она сталкивается с тем, что она чуть-чуть увядает, что она становится осенью, а девочка становится девушкой, она становится весной. То есть немножко ревность возникает? Да, ревность. Ревность, что получается на ее место становится... Новая смена подрастает. Да, новая смена подрастает. И здесь очень хочется как раз окутать вот эту девушку, чтобы вот она не становилась. Потому что когда мама идет со своей дочкой по улице, теперь не на нее обращают внимание, а на ее дочку. И здесь нужно иметь много мудрости, много психологической такой проработки, чтобы принять. Принять юную девушку в женский мир, познакомить ее с этим женским миром, не спугнуть ее взросление, а поддержать в этом переходе. И дать возможность взрослеть, проявляться, быть собой, быть красивой, подчеркивать эту красоту. А что у нас делают мамы? Мамы могут, к примеру, начать... Строжиться. Строжиться. А, к примеру, у тебя есть идея, как могут? Юбки короткие не носи, вообще как-нибудь желательно в хиджаб. Вот, а все очень строго, сразу начинается быть там, про какие-то правила жесткие, жесткие границы, родительский контроль, как будто бы. Ну, что как будто ты в опасный мир проявилась, тебя привело в опасный мир. Ну да, еще может мама перестать начать за собой ухаживать, тем самым показывая юной девушке, что не ходи в женщину, не ходи в девушку, не взрослей, смотри, какая я вся растрепанная, с большими сумками, несу на себе всю эту ответственность, мне от нее сложно. А еще говорят, побудь маленькой, взрослой еще успей. Да, вот, мама еще может начать показывать, что, ну вот, своим примером, что она перестанет ходить там с подругами в кафе, что у нее нет с партнером своим, с папой, да, если есть папа, да, ну или с другим партнером, что у них нет какой-то личной жизни, там, нет какой-то интимной жизни. Она может даже этого не говорить, но транслировать, показывать, и девочка это считывает, и, соответственно, она не хочет быть дальше девушкой. То есть можно сказать, что социально, да, девочка стала девушкой, то есть у нее начались менструации, начались телесные изменения, но внутренне она может чувствовать себя девочкой, потому что мама как бы показывает вот этот запрет на взросление. И следующий этап – женщина. Женщина. Здесь, если говорить, да, вначале про социальный аспект, то здесь много всего. То есть с одной стороны девушка становится женщиной, когда у нее происходит первый сексуальный опыт. Вот этот аспект. Второй аспект – когда она выходит замуж. И третий – когда она родила. И здесь у каждой женщины по-своему. То есть кто-то почувствовал себя женщиной, когда вот именно родила, или когда был первый сексуальный опыт, или когда вышла замуж она, да. Раньше это было чуть-чуть попроще, потому что в основном это все сопровождалось одним событием, все вместе. То есть первый сексуальный опыт, я вышла замуж и сразу родила, и вот тебе сразу женщина. Но это, еще раз, социальная, социальная такая, можно сказать, инициация, индивидуация, вот это вот все. Но психологически ты можешь выйти замуж, у тебя может быть ребенок. Я все сделала правильно. Я все сделала правильно. Социальная, да, но женщина, я себя не чувствую, потому что психологически я остаюсь на этапе девочки или на этапе девушки. И мы уже несколько раз упомянули термин инициация, мы к нему сейчас вернемся, про старуху еще поговорим и поговорим про инициацию. Вот старуха, что это за этап такой? Ой, если социально, то это когда у женщины наступает менопауза, ее тело стареет. Ну, то есть появляются морщины, седые волосы, все, я старуха. И если говорить про старуху, это та, можно сказать, женщина, которая такая внутренне твердая, у нее очень много опоры, и к которой идут другие женщины, которая может смотреть сквозь. Вот, если вот у нее смотреть, она вот как будто может так смотреть чуть-чуть сквозь, она может чувствовать, понимать, она очень соединена с собой, и она очень внутренне спокойна. Вот, это, если говорить про старуху. То есть это за 60 лет, да, ближе, ближе вот туда. И когда ты находишься с ней, у тебя по-любому что-то рождается внутри. То есть она сама инициирующая сила. Да, да, вот что-то такое происходит. И это интересно. Это интересно. И вот хочется про, ну вот, слышаться в нашем разговоре, вот эта вот тема инициации, немножко для зрителя раскрыть, что такое инициация, как это может быть простому объяснить, и, может быть, из культуры какие-то примеры, чтобы прям вообще было понятно. Ага, инициация – это переход из одного этапа в другой этап, или из одной группы в другую группу. К примеру, из группы девочки в группу девушек, из группы девушек в группу женщины. Еще я бы сказала, что инициация психологическая происходит тогда, когда женщина понимает, что вот это все, что работало раньше в моей жизни, оно больше не работает в моей жизни. Что все, что я знала про себя, оно больше на самом деле не про меня. Я уже какая-то другая. И мне нужно заново с собой познакомиться. И на самом деле это очень больно, сложно, тяжело, трудно, но это и интересно. То есть вот можно вот сказать вот так вот. Можно еще сказать, что это чуть-чуть похоже на смерть. Есть такой Роберт Джонсон, он юнгианский психоаналитик, написал книжку «Она», и он вот там описывает женскую инициацию, женские переходы, как это связано именно с психологией. И он там описывает, что как бы женщина, она в один момент умирает, там умирает девочка, рождается девушка, умирает девушка, рождается женщина, умирает женщина, рождается старуха. То есть это вот чуть-чуть может быть про смерть. Если говорить культурно, ну вот самый такой пример инициации культурной, к примеру, это девичник и свадьба. Ну вот самое простое, самое понятное, когда происходит девичник, и, к примеру, на Руси это всегда было связано с оплакиванием девичества, что вот девушка, она вот умирает чуть-чуть, вот, и в основном там все плакали, когда вот... Косы резали и рыдали. Косы резали, да, рыдали, ходили на речку, венки сплавляли, вот, ну что-то такое. Потом девушка вот в этом белом платье, а белый цвет это про смерть вообще. Саван как бы, да? Да, 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 да. Вот, и она выходит замуж, и там рождается женщина. То есть, ну это опять же культурно. Да, это все сейчас может происходить, мы это все можем делать, но головой женщина, да, она может оставаться еще раз девочкой или девушкой. От чего же зависит действительность этого перехода, когда внешне с внутренним соединяется, и переход действительно происходит? Потому что, да, действительно можно родить там в 16 лет ребенка, и вот этого перехода в женщину и не совершить. так и остаться девочкой с вот еще одной девочкой, например. То есть, от чего же зависит вот этот сам переход, от каких условий или от чего, или от внешних факторов, или от их сочетания, от чего? Там очень много всего, и в современном мире нет такого. Но я, по крайней мере, в своей практике не встречала случаев клиентских, где это было бы очень бережно, очень классно, вот прям так смотришь и наслаждаешься. Это прежде всего, если мы говорим про девочку-девушку, это про семью, про то, как вот в семье выстроены отношения, да, про то, как встречает на берегу женщины мама, про то, как встречает и папа, вот. А на этапе в женщину, там уже прежде всего зависит от самой женщины, от ее готовности встретиться с ее внутренними изменениями и внешними изменениями. Я могу, наверное, чуть побольше рассказать про этап девушки и про этап женщины вообще, чем они отличаются. Про девочку мы поговорили, а про девушку и про женщину, ну, чуть нет. Давай, добавим. Да, 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 хочется добавить. Если говорить про девушку, то девушка – это такая вот личность, у которой очень много энергии, которая фонтанирует энергии, которой очень хочется много всего делать. Вот она хочет и в эти проекты вписаться, и вот здесь поучиться. В драм-кружок, по фото. И вот туда, и вот сюда, и на гитаре научиться играть. В общем, у нее очень много идей, очень много энергии, она такая заряженная. И это ее ресурс, потому что это классно, когда очень много энергии, когда можно не спать ночами. Ох, да. Были времена. Были времена. Потому что женщина уже понимает, что лучше лечь спать до 12, иначе это отразится как-то на моем здоровье. А у девушки есть этот запас здоровья, запас энергии, и она вот фонтанирует. Но при этом есть ограничения у девушки, потому что она все равно сверяется с внешним миром. Она может сверяться с родителями, потому что задача девушки – это отделиться. Отделиться до конца от родителей, и отделиться до конца, возможно, от мужа, если я уже вышла замуж, от детей даже отделиться, и встретиться с собой. Потому что вот эта встреча с собой – это про переход в женщину. И девушка всегда, она думает, что она не до. Мне еще вот нужно чуть-чуть подучиться, я вот буду уже специалист точно. Вот я еще недостаточно умная, недостаточно там красивая. Я еще вот не до. Вот это вот не до – это про девушку. А женщина, она уже понимает, что она достаточно. Она достаточно сильная, она достаточно хорошая мама, она достаточно хороший специалист, она не стремится вот к этой идеальности. Она уже смотрит со здоровым взглядом на себя и понимает свои ресурсы и свои ограничения, свои возможности и свои ограничения. Она уже знает про себя, про свои сильные стороны, про свои слабые стороны. Но при этом она не борется с собой, она понимает их, и она идет в этот мир. А если мы говорим о личностной зрелости, о взрослости, мне кажется, важный фактор такой – это отношение с деньгами. И у меня есть подозрение, что у женщин в этом плане есть некоторые особенности. Можешь про это рассказать? Насколько действительно деньги и отношения с финансами, финансовый ресурс – это важно для взрослости и зрелости? И какие особенности в женском мире в отношениях с деньгами в современном или историческом контексте? Как все происходит? Женщины и деньги – такая тема. Здесь не только у женщин, но и, правда, у мужчин бывают трудности с деньгами. Но, конечно, есть такой стереотип, что если женщина зарабатывает деньги, то она будет несчастная, то она будет как мужчина. Деньги – это мужская энергия. Да, деньги – это же мужская энергия, это не женская энергия. Но это больше какой-то стереотип или, я бы сказала, установка, убеждение. Он очень властный. Женщине с этим сложно встречаться, потому что ей может казаться, что в этот момент она вдруг становится как мужчина или похожа как мужчина, что она становится какой-то плохой женой, к примеру. Если зарабатывает больше, то нужно. Да, если вдруг зарабатывает больше, чем муж. Сразу она какая-то плохая женщина. Ведь женщина должна вдохновлять мужчину на зарабатывание больших денег. Но это больше похоже, если честно, на какую-то созависимость, а не на отношения друг, двух взрослых людей, как мужчины и женщины. А взрослый человек, он что? Он, конечно, зарабатывает деньги, и он берет за это ответственность. Что, помимо вот этих установок, есть ли что-то, что еще стопорит женщин, взять ответственность за свои финансы на себя? Что еще стопорит? А может стопорит мужчина в отношениях, который, ну, говорит, а зачем тебе вообще зарабатывать? Я же обеспечиваю семью. Для чего тебе это? Да? Но здесь у женщины могут быть ее просто личностная такая потребность проявляться, заниматься любимым делом и зарабатывать деньги. А не там, как-то, я не знаю, просить у мужчины. Ну вот, можно идти глубже, потому что тогда мне нужен другой для чего-то другого. К примеру, для душевной связи, для духовной связи, для того, чтобы вместе жить эту жизнь, сталкиваться с трудностями, смотреть в лицо этим трудностям, вместе сообща, решать какие-то проблемы, вместе советоваться друг с другом. То есть здесь появляются какие-то другие интересные потребности в отношениях у меня с мужчиной. Если мы говорим о переходах, если я, допустим, отсудила, что я застряла на каком-то этапе, например, из девочки не могу перейти в девушку, из девушки не могу перейти в женщину, как я могу сама себе помочь, самоинициироваться, не знаю, есть ли это кутирован или нет, помочь самой себе этот переход совершить. Ну, там, понятно, что идеальный способ пойти к психологу, но если вдруг такой возможности нет, чем мне себе помочь? Конечно, чем-то себе можно помочь. Вот. Инициация, она всегда происходит с кем-то. То есть самой себя инициировать довольно сложно, трудно. То есть мне по-любому нужен другое, мне по-любому нужна поддержка. И, кстати, женщина от девочки и девушки отличается тем, что она умеет просить о помощи и что она может прийти к другому и понять, что вот так, у меня есть какие-то ограничения, мне нужна помощь, и это не делает меня слабой или еще какой-то. Это вообще ок, и это по-взрослому пойти попросить о помощи. И здесь вот один из моментов, которые я вижу, это найти девушек, женщин, которые уже инициируемы, инициировались, и пойти к ним, общаться с ними, пойти к ним куда-нибудь там, повстречаться на какие-нибудь их встречи. Сейчас очень классно на это все смотреть через социальные сети, подписаться над них, чтобы видеть перед собой эти примеры. Какую-то ролевую модель себе найти, тех, у кого получилось. Да, да, да. На этапе с перехода девочки в девушку и с девушки в женщину это очень важно. То есть найти эту женскую среду, найти своих, к которым я могу прийти и которые мне помогут. Возможно, это еще могут быть, если вот мама не была вот такой поддерживающей фигурой, найти другую поддерживающую фигуру вокруг себя. Может быть, это какая-нибудь учительница классная. Да, может быть, это какая-нибудь мамина знакомая, может быть, крестная. Да, ну то есть вот это кто-то близкий, на кого я смотрю, на кого я хочу быть тоже похожа в чем-то, в ком я больше чувствую опоры. Приходить, общаться, просить о помощи, задавать вопросы про этот взрослый мир. Это вот один из этапов. Второй этап – это читать разные книжки на эту тему, изучать информацию, забивать в поисковик личностная зрелость, взросление женщины, изучать, смотреть. Ну и, конечно, все же, да, смотреть на разных экспертов. Про книжки, фильмы и все какое-то такое, давай порекомендуем прям конкретные произведения, конкретных авторов, что можно почитать, поисследовать для людей, чтобы в этой теме стать более. Из книжек есть потрясающая книжка «Бегущая с волками». Ее прям можно читать и проходить инициацию, потому что ее написала старуха. Ее написала старуха, которая прошла все-все-все-все этапы. Еще книжка попроще, написана очень доступным языком, и это «Все дороги ведут к себе». Красивое название. Очень красивое название. Ее написала психоаналитика Юлия Перумова, боюсь ошибиться в ударении фамилии, психоаналитик, гештальтерапевт. Там даже есть практики, которые можно делать, и которые тоже могут помочь в этом переходе. И еще две книжки. Эта книга называется «Веретено Василисы» или «Я у себя одна». Да, «Я у себя одна» – это очень, да, про женщину, про встречу с одиночеством и с собой. И еще есть книжка еще, она называется «Она». Так и называется, это Роберт Джонсон «Она» или «Аспекты женской психологии». Если смотреть вот тебе на свой путь к женщине, что ты в нем видишь и на каком ты сейчас этапе? Я чувствую, что я на этапе в женщину. То есть я чуть-чуть горюю, прощаюсь с этапом девушки. Хотя я уже и родила, я замужем, все классно. И я чувствую, как у меня отмирает все, что было в этапе девушки, девочки. Что я сейчас, я еще больше беру ответственности на себя, что у меня появляется больше кругов ответственности. Это связано не только с детьми, но еще и с моими проектами, которые я делаю, с моим консультированием. Там, с проектом, который делает там разные онлайн-курсы. Эта ответственности становится больше. Мне в ней классно, мне в ней интересно. Как у меня замедляется мой темп. Как вроде много всего, но при этом я медленнее живу. Как я стала прогрессивнее в финансах. Что у меня получается зарабатывать деньги. Я люблю это, мне это классно, я в этом признаюсь. Да, кстати, редко кто может на себя признаться. Да, 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 и не боюсь этого. Как я в отношениях с мужем, мы на равных, мы советуемся. Мы принимаем оба решения о воспитании детей, в том, где будем жить, какие будем делать покупки, про то, как мы общаемся друг с другом, как мы искренне, как мы на равных. И это все правда, да, про женщину. И еще, наверное, про то, что я знаю свои слабости. Я знаю про то, где и как я могу ошибаться. Я даю себе право на эти ошибки. И это меня не пугает. И я такая, ну окей, я ошиблась, ничего страшного, я переделаю. Для меня это про женщину. И мне классно быть в этом этапе. Что бы ты пожелала нашим женщинам, зрительницам, кто нас смотрит? Взрослеть, не бояться и взрослеть, и идти в глубину, брать на себя больше ответственности. Потому что ответственность – это про благо. Это не про вину. Очень часто у нас слово ответственность сопряжено с какой-то виной, с какой-то тяжестью. Это, да, это тяжело, но это и благо. Это круто, это классно, когда я беру ответственность за себя, за свою жизнь. Я взрослею, и у меня появляется еще больше благ каких-то вокруг меня. Это очень классно. Спасибо большое за этот содержательный, я не побоюсь этого слова, инициирующий разговор. А следующая наша тема будет посвящена телу. А какие блоки в нем живут? Что такое психосоматика? И как же добавить гармонии в отношениях с ним? Обсудим. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok